Картины – это высокое искусство, производитель которого художник. Но мастерами кисти не рождаются, а становятся. А значит, преподаватель играет в этом одну из главных ролей. Благодаря труду учителей в юном возрасте открывается живописный талант. Преподавание – это как маленькое кино, в котором у каждого есть свое амплуа. Сегодня мы вам расскажем об актрисе первого плана – Юлии Прохоровой. Педагоге, который завоевал сердца жюри областного конкурса профессионального мастерства. Поэтому незамедлительно отправляемся на урок. Берем политочку, берем кисточку, смешиваем. Юлия создает сценарий уроков уже на протяжении 15 лет. В качестве творческой площадки выступает Центр дополнительного образования детей и молодежи. Во время занятий наша героиня старается раскрепостить ребят, учит использовать нестандартные техники, живописи и материалы. В ход идет даже уголь. Но допросят нас юные художники, вернемся к конкурсу. У актеров есть свои престижные награды. Самое-самое – это Оскар. Вот как раз свой Юлия завоевала накануне в Могилеве, обойдя профессионалов своего дела со всех уголков региона. Как и у любой актрисы, у Юлии есть свои преданные поклонники. Даже ходить за ними далеко не пришлось – коллеги по цеху. Они и критики, и преданные друзья. Я смогла добиться только за счет того, что мы работали в команде. Каждый сделал свою работу на 100%. И я сделала, что могла в своих силах. И мне помогали люди с методического отдела, с художественного отдела. И если бы не они, я бы, наверное, не добилась бы этого успеха. Вот и по словам руководителя центра, никто даже не сомневался в огромном потенциале бобруйского педагога. В прошлом году подтвердила высшую категорию. А это говорит о многом, что она умеет увлечь, занять учащихся. У него формы работы и приемы настолько разнообразны, что у нас даже не было сомнений, что именно этот педагог будет представлять наше учреждение образования. На этом очередная серия из фильма Юлии Прохоровой закончилась. Но педагог на этом останавливаться не собирается. Обещает, новые будут интереснее и еще более успешные. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.